Иран готовится к войне с Израилем, но всячески пытается ее избежать, НИД. Власти Ирана приказали вооруженным силам страны быть готовыми к войне с Израилем. В то же время, Тегеран пытается избежать противостояния, даже ценой уничтожения подконтрольных группировок в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщает новость Украина, со ссылкой на The New York Times. Четыре иранских должностных лица отметили изданию, что верховный лидер Айтала Али Хаминей приказал, вооруженным силам Ирана, разработать многочисленные планы реагирования, на ожидаемое возмездие израильской армии. Они предупреждают, что Иран будет атаковать, если его территории будет нанесен значительный ущерб, или будут жертвы. В то же время, Тегеран может не реагировать, если Израиль ударит, только по ограниченному количеству военных объектов и складов вооружения. Чиновники, двое из которых принадлежат Корпусу Стражи Исламской Революции, Ксир, отметили, что Ирана обязательно ответит, если Израиль ударит по нефтяным объектам, ядерным установкам, либо по высокопоставленным чиновникам. В частности, не исключена атака с использованием до тысячи баллистических ракет или нарушение энергоснабжения в регионе. По информации издания, в последние недели Иран пытается укрепить альянсы с региональными арабскими странами, но в то же время предупреждает их, что любая помощь Израилю во время атаки, сделает их законной мишенью. Близкий к правительству политический аналитик Наси Рымани, в интервью НИД отметил, что Иран не стремится к большой войне с Израилем, поскольку мы не видим никаких преимуществ в том, что регион взорвется. По его словам, на данном этапе Иран не рассматривает войну с Израилем, как угрозу своему существованию. Но он убежден, что длительный конфликт будет разрушительным и сорвет планы нового правительства вести переговоры с Западом в надежде на отмену жестких санкций в США и улучшение тяжелого положения иранской экономики. Двое членов КСИР отметили изданию, что во всех приграничных провинциях были развернуты старшие генералы, которые командовали батальонами в Ираке и Сирии, а теперь воюют с боевиками исламского государства. Беспокойство вызывает то, что вооруженные этнические сепаратистские группы и боевики, такие как ИГИЛ, могут совершить нападения и спровоцировать беспорядки, если Иран вступит в войну. Угроза масштабной войны на Ближнем Востоке. За последние месяцы ситуация на Ближнем Востоке существенно обострилась. С начала вторжения террористов Хамас в Израиль, с территории сектора Газа, в октябре 2023 года, подконтрольные Ирану исламские радикальные группировки, Ливанская Хизбалла и Хуситы в Йемене, начали регулярные обстрелы территории Израиля. Ближе к осени обстрелы и противостояния достигли максимальной интенсивности. С 1 октября израильская армия начала наземную операцию в Южном Ливане, чтобы отеснить боевиков от северных границ со страной и прекратить обстрелы ракетами и дронами. Кроме того, за последние месяцы разведка Израиля ликвидировала ряд руководителей исламских группировок. В конце июля в Тегеране был ликвидирован лидер Ксир Исмаил Гания. Резиденцию, где он находился, заминировали и взорвали иранские силовики по заказу Масада. 27 сентября Израиль ударом по Бейруту ликвидировал лидера Хизбалы Хасана Насралу. В ответ в ночь на 2 октября Иран совершил самую массированную атаку, выпустив по Израилю около 180 ракет. Израиль обещает нанести по Ирану ответный удар и уже спланировал сроки атаки. Не исключено, что акт мести может произойти еще до президентских выборов в США 5 ноября.